На телеканале Губерния 33 программа безопасность. Все о чрезвычайных происшествиях во Владимирской области. Обзор за неделю в студии Борис Пучков. Здравствуйте. В прошлой программе мы рассказывали про волгоградского таксиста, которому на протяжении 100 километров от Коврова до Лакинска удавалось удирать от владимирских ДПСников. 28-летний Михаил Щербаков на белой Шкоде Рапид устроил в 33-м регионе гонки не хуже, чем в голливудских блокбастерах. Задержать нарушителя удалось лишь после того, как он врезался в грузовик. В разговоре с сотрудником полиции Щербаков сослался на внезапный провал в памяти. Молодой человек помнит только, как заправлял машину в Гороховце, а дальше, как в песне, сплошной туман. Ленинский районный суд за административное правонарушение приговорил волгоградского таксиста к 7 суткам ареста. А вот региональный следком на днях выступил с ходатайством в суде и попросил арестовать Михаила Щербакова на все время следствия. До середины апреля. Данный человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в применении насилия в отношении представителя власти. Видео, которое облетело все социальные сети и СМИ, демонстрирует сюжет, когда несколько сотрудников ГИБДД при принудительной остановке автомобиля «Шкода» пытаются задержать волгоградца, находившегося за рулем. Водитель резко нажимает на газ и трогается с места. И те сотрудники полиции, которые находились около машины, фактически оказались в условиях опасности для жизни и здоровья. Следователь Следственного комитета, учитывая личность задержанного и обстоятельства произошедшего, ходатайство в суде об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Данное ходатайство судом удовлетворено. 16 февраля решение об аресте Михаила Щербакова принято и под стражей он будет находиться почти до середины апреля. Напомню, что проведение доследственной проверки по оценке поведения сотрудников полиции при задержании опасного водителя, который создавал помехи участникам дорожного движения, выезжал на встречную полосу и все его поведение могло привести к трагическим последствиям. Вот эта оценка сотрудникам полиции в действии в экстренной, экстремальной ситуации, она продолжается. В этом году транспортная полиция отмечает юбилей. 100 лет с момента основания. Наша съемочная группа побывала на торжественном мероприятии, посвященном этому знаменательному событию. Подробности далее в нашей программе. День рождения транспортной полиции. 100 лет с момента основания ведомства. Торжественное мероприятие, посвященное празднику, прошло в областном дворце молодежи. С юбилеем всех поздравил Николай Чистоногов, начальник Владимирского линейного дела МВД России на транспорте. Именно от сотрудников транспортной полиции зависит защита граждан от криминальных посягательств на объектах транспортной инфраструктуры и их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием к проблемам каждого человека, а главное грамотной и профессиональной работой. Роман Кавинов, заместитель председателя областного законодательного собрания, отметил вклад сотрудников транспортной полиции в обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу 2018. Пускай в нашей области не было футбольных матчей, но нашу Владимирскую область, город Владимир посетили огромное количество туристов. Транзитный большой был поток пассажиров в Нижний Новгород и Москву. И при этом ни гости города, ни сами жители ни разу не столкнулись с излишними барьерами, с излишними ограничениями. И все процедуры, связанные с безопасностью, были надежны, но они создавали ненужных излишних неудобств. Во время праздничного мероприятия отметили лучших сотрудников транспортной полиции Владимира, Мурома и Коврова. Им вручили цветы и благодарственные письма. Не забыли ветеранов отдела, их наградили медалями. Можно сказать, династия. У меня мама, дедушка, военнослужащие, поэтому, в общем-то, все было предрешено. Почему в транспортную? Ну, в течение обстоятельств, опять же. Одноклассница моя, да, она работала в транспортной полиции и просто сказала, приходи. Женщины тоже многим могут. Иногда побольше, чем мужчины. Да, ну, в последнее время, вот за 10 лет, когда я только пришла в органы, было очень мало женщин. Отбор был более, ну, такой жесткий. Сейчас и женщины стали более мобильные, более уверенные, да, очень много спортсменов физически подготовленных. На юбилей отметили работу средств массовой информации. Благодарности получили журналисты телекомпании «Губерния 33» и «Вариант». С этого выпуска мы начинаем новую рубрику «Испытано на себе». Что это такое? Мы будем рассказывать о том, что действительно испытали сами. Вы узнаете, как работают сотрудники силовых структур и чрезвычайных ведомств. И эту работу мы покажем вам изнутри. Ну, а сегодня объясняем, что необходимо предпринять, чтобы стать законным владельцем огнестрельного оружия. Какие экзамены нужно сдать и кто во Владимирской области контролирует оборот оружия. Учебный центр «Стрелок». Сюда приходят будущие владельцы огнестрельного оружия. Оформление лицензии, по сути, начинается именно здесь. Но сначала нужно сдать теорию. Ответить на 10 вопросов за 15 минут. Мы тоже попробовали сдать теорию без подготовки. И вот что из этого вышло. Допускается одна ошибка из 10 основных вопросов. Соответственно, вы этот зачет не сдали. С чем вас поздравляю. Для 10 других претендентов, которые теорию сдали, обязательный инструктаж по технике безопасности в тире. Правила обращения с огнестрельным оружием. Что делать можно, а чего категорически нельзя. Только после успешной сдачи теории, будущие владельцы огнестрельного оружия допускаются сюда, в тир. Для того, чтобы доказать на деле, что они действительно умеют владеть оружием, для этого они должны произвести несколько выстрелов. Расстояние до цели от 10 до 15 метров. Время на выполнение этого упражнения – порядка 5 секунд на каждый выстрел. Если этот экзамен провален, ни о каком огнестрельном оружии, о его владении речи не идет. Готово. Так, я готов. Заряжай. Инструктор учебного центра меня тут же поправил. 5 секунд дается на 2 выстрела. Ну а после успешной сдачи теории и практики, будущий владельцы огнестрельного оружия получает на руки акт проверки знаний. Собираюсь стать охотником и охотиться. Оружие какое-то уже присмотрели, уже есть какие-то мысли по этому поводу? Ну да, выбираю или двухстольное, или пятизарядка, МР-155, что-то из этого. Я люблю охоту, это мое хобби. Я хочу получить свидетельство, разрешение на оружие. И чтобы у меня с этим никаких проблем не было с законом. Скажи, в семье родителей, родственники, кто-то занимается охотой? Да, отец занимается. Это большая ответственность, от него зависит все, можно сказать. Этим оружием можно и убить, и покалечиться. После того, как вы получили заветную бумажку, необходимо собрать медицинские справки и добро пожаловать в Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. Именно здесь владельцы огнестрельного оружия получают лицензию. Разрешение на ношение и хранение, оно продлевается каждые пять лет. Вот у меня закончилось это пять лет, и я пришел продлевать. Скажу, что в этом году очень удобно, потому что заявление подается через госуслуги. Все быстро, вы сами видите, что здесь практически никого нет. Заявление подал, пришел через два дня, оружие представил к рассмотрению. И все, практически все. Теперь вот через определенное время, как сказано в госуслугах, через 30 дней мне разрешение выдадут. 12 февраля Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии отметил юбилей 50 лет с момента основания. По словам его начальника Андрея Бодягина, главная задача сегодня – контроль над оборотом оружия в регионе. И пока Центр с этим справляется. Отметил Андрей Бодягин и упрощенную систему подачи заявлений на получение лицензии через сайт госуслуг. В 2018-м таких обращений поступило порядка 60 тысяч, около 80% от общего числа. Каждый ствол, он должен быть под нашим неусыпным и постоянным контролем. Помимо выдачи разрешений, Центр занимается и приемом незаконного оружия. Таким образом, граждане могут не только избежать уголовной ответственности, но и получить денежное вознаграждение. Мероприятия эти проводятся под эгидой и, скажем так, непосредственным участием администрации Владимирской области, которая выделяет под это денежные средства. Вот основная масса оружия, которая к нам приходит и сдаёт из незаконного оборота, это вот это оружие, которое в большинстве своём не стояло на учётах. Ну, кроме того, за мою бытность сдавались всевозможные боеприпасы, которые мы также принимаем. Оружие было и автоматическое, то есть, ну, каким-то образом всё равно где-то люди находят, там, в лесах, там, ну, всевозможных, там, разбирают, там, какие-то старые дома. Год назад в руки сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы попало ружьё, представляющее настоящую историческую ценность. И уже в ближайшее время оно может попасть во Владимиросуздальский музей-заповедник. 18 февраля около пяти утра на 108-м километре федеральной автодороге М8 Холмогоры опрокинулся большегруз с песком. ДТП произошло в Александровском районе. По предварительной информации водитель грузовика Scania не справился с управлением, в результате чего машина и опрокинулась. Через пару минут в опрокинутый большегруз врезалась Lada Largus и Ford Focus. В результате аварии травмы получили водитель и пассажир Largus. Оба были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшедшего. Общественные наблюдатели посетили Владимирский Централ, побывали в камерах штрафного изолятора и провели индивидуальные беседы с тремя осуждёнными, которые с 11 февраля 2019 года объявили голодовку. Были рассмотрены их обращения, каких-либо конкретных требований к учреждению осуждённые не предъявляли. При этом официально они продолжают отказываться от пищи. Как отмечает в УФСИН, действия осуждённых носят демонстративно-шантажный характер и вызваны несогласием выполнять законные требования сотрудников администрации. Каких-либо нарушений в содержании заключённых отмечено не было. Учреждение работает в штатном режиме. Обстановка контролируемая, сообщает пресс-служба УФСИН. Два пистолета и предмет, похожий на мину, нашли в Мурме во время земляных работ. 19 февраля об опасной находке сообщил один из рабочих. Предметы были обнаружены на глубине около двух метров во время замены старых труб. На место незамедлительно выдвинулись сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Найденными предметами действительно оказались два пистолета ТТ. А вот вместо мины, к счастью, оказалась крышка отчаянника. Осмотр проводили взрывотехники специального подразделения Росгвардии. В итоге найденное оружие было передано сотрудникам следственно-оперативной группы ОМВД. И в завершении программы. Необычный праздник. Пожарный Каланче в Коврове исполнилось 115 лет. По этому случаю Ковровский пожарный приготовили настоящий праздник для местных жителей. А вот журналистам предложили испытать на себе то, что испытывают огнеборцы во время тушения пожара. Костюм спасателя на себя примерила Евгения Волкова. Ковровская пожарно-спасательная часть номер 14 отметила 115-й юбилей. Этот день сотрудники МЧС предложили журналистам лично проверить, каково это – спасать людей из огня и завалов. Когда поступает вызов, задача спасателя – надеть костюм за 18 секунд. Как она лежит, суём руки и через голову. Обувь, штаны, защитная куртка, каска и вдобавок ремень с топориком. Ткань костюма выдерживает температуру до 1200 градусов Цельсия. Защищает от кислот и щелочи, не позволяя им впитываться. Целиком защитная форма весит 4-5 килограммов. Спасатели говорят – это только начало. Каждый элемент костюма так или иначе призван помочь в огне. Вот этот карабин цепляется к специальной верёвке. Верёвка прикреплена к первому идущему в звене человеку, чтобы пожарные, зайдя в задымлённое здание, не потерялись в дыму. Одно из заданий управится с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом «Спрут». У него несколько насадок, у каждой своя задача – разрезать железо, разбирать завалы. Ведь спасатели работают не только в огне. Это и наводнения, землетрясения, террористические акты и ДТП. Работа как на разжиме, если что-то зажать. И сжатие. Например, трубу какую-нибудь с газом зажать. Таким укомплектована каждая пожарная машина. Всего их в части шесть. Дальше – тушение открытого очага пожара и, наконец, спасение человека. Специальная амуниция, не считая костюма, весит 25 килограммов. Кислородная маска, баллон с воздухом и фонарь. То есть у нас сейчас горит здание? Горит, горит. И мы идем туда. Без включения проводится бывая проверка. И там внутри мы ищем пострадавших. Все, включились, идем. Я первый. Внутри темно. В настоящем пожаре двигаться приходится на ощупь. Из-за треска пламени и огня спасатели зачастую не видят и не слышат. Впереди полоса препятствий. Такую же, только в разы опаснее пожарные, проходят каждый день, спасая жизни по-настоящему. Вот сюда. А это и тоже. И не заберем. Пострадавшего нашли в люке. Кукла весит, как взрослый мужчина. Его нужно спасти. Он без сознания. И помогать, конечно, не будет. Как плохо. Вытаскиваем на свежий воздух. Походу. Без сознания. Вынимайте за плечи. Затем. За 2018 год в Коврове произошло 182 пожара. Из огня спасатели вывели 42 человека. За первые месяцы этого года спасли уже троих. 25 килограмм средств индивидуальной защиты, СИЗО. Плюс ломик, плюс рукав с водой, плюс фонарь. Все, чтобы спустя полосу препятствий спасти рация, чтобы спустя полосу препятствий и задымления спасти некоего Дмитрия из огня. Телерадио компания «Губерния-33» желает спасателям Ковровской части номер 14 «Сухих рукавов». Евгения Волкова, Дмитрий Шаталов, «Губерния-33». На сегодня это вся информация. Следующий ЧП-обзор смотрите через неделю. До встречи на телеканале «Губерния-33». И берегите себя и своих родных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова